Приветствую всех, кто сгинул ко мне на канал. Снимаю парфюмерную полочку, которую я совсем недавно обновила. Скажем так, подготовилась к наступившему весеннему потеплению. И в этот раз я выбирала ароматы не из принципа количества, потому что обычно отсчитываю 10-15, а вот все, что увидела и выжелала, то все решила доставать и выставлять. Ароматов получилось много и, конечно, нет уверенности, что успею все поносить. Ну да ладно, там видно будет. Ну и опять же стоит учитывать, что это не на один месяц рассчитано, а будет со мной эта полка до конца мая. Перебирать ее я уже буду в следующий раз к наступлению лета. Итак, давайте приступим. Первая группа ароматов, которые можно считать такими уже традиционными. То есть приходит весна и я их достаю. Ну, например, это Шесейда Гинза. Аромат душистый, сладкий, насыщенный. Ассоциируется у меня с розовыми цветущими садами. Сакура из-за того, что он достаточно сладкий, многие его предпочитают в холодное время года, а мне же он очень зашел именно весной. Труссарди. Майсцент. Опять же, насыщенный такой цветочный букет, хорошо припыленный, где мне мерещатся тюльпаны, которые, по идее, здесь не заявлены. Опять же, букет такой не совсем свежий, а знаете, когда уже постоял и стал немножко подергиваться увяданием. Весенним для меня этот аромат стал потому, что мои мужчины его подарили мне как раз на 8 марта, причем, что особенно ценно. И я, по-моему, об этом не первый раз говорю. Сами пошли и сами выбрали. По-моему, это единственный у меня аромат, подобный в коллекции, без каких-либо подсказок. За это его очень люблю. На данный момент, по-моему, уже в раритетах. Майнейм из этой серии еще приобрести можно. А вот Майсцент, насколько я знаю, уже с трудом. Следующий парфюм я приобретала, насколько помню, как раз год назад, примерно в это время, марта-апрель. И приобретала вслепую, потому что нигде не могла найти ни тестера, ни пробника, ни отливанта. И когда получила, нанесла, подумала, боже мой, как же он прекрасен конкретно в данную точку времени. Вот не когда уже воздух хорошо прогрелся, как в мае, когда его заполняют ароматы цветения, природы. А вот именно, когда вроде бы ты уже чувствуешь это солнечное тепло, но в то же время в воздухе есть и прохлада тающего снега. Аромат для меня чайный, причем имбирно-чайный, хотя имбирь здесь, по идее, не заявлен. Также в нем присутствует пикантная попричность, ну и достаточно большое количество древесины. При этом, при всем он прозрачный, ну и здесь и концентрация, туалетная водичка. Есть в нем такой стиль, итальянский шик, а Этро у нас это именно итальянский дом. И прекрасно, на мой взгляд, сочетается с пальто, с таким шелковым шарфиком, либо же с брючным костюмом. Душистые жасмины, ну куда без них. И один из подобных представителей, это Кельмин Кляйн Бьюти. Это тонкость, это женственность, это свежесть. И он прекрасно себя, кстати, ведет в сезон первых весенних дождей. Обожаю его. Несколько подобный, скажем так, аромат, скорее по алгоритму составления пирамидки. Это Римакра от одноименного дома Римакра. И вообще, по-моему, единственный аромат от этого дома моды. Верхние ноты фрукты, сердце белоцветочное, где основная роль отводится именно жасмину. Ну, а база обычно древесная, кедровая, очень нежная и, опять же, прозрачная. Единственное, Римакра, она, конечно, слаще, чем Бьюти. Потому что у Кельмина Кляйна стартовые ноты цитрусовые. Из-за этого он такой звонкий, тонкий, свежий. А вот Римакра, она слащавится за счет дюшесной груши, которая присутствует на старте. Ну, а дальше, как я уже сказала, да, белоцветочное сердце и кедр. Кедр в базе. Решила я этому аромату дать шанс. Последнее время меня терзают мысли, что нам необходимо с ним расстаться. Дело не в том, что он мне не нравится, но у меня уже достаточно много подобных ароматов. И вот среди них он как-то теряется. Ну, не тянется рука. Поэтому вот эти два месяца подумаю. Посмотрим, как будем с ним взаимодействовать. Если любви не возникнет, если, опять же, рука не будет тянуться, то, скорее всего, мы будем с ним расставаться. Так, вообще, конечно, флакон очень красивый. И аромат сам по себе неплох. Ну, повторюсь, вот уже подобного плана у меня их достаточно много. Два аромата, которые относятся к топу самых любимых моих ароматов. В какой-то степени и тот, и другой являются моим парфюмерным я. Просто я в этом плане человек очень многоликий. И мне кажется, что вот, я нашла. Он единственный, неповторимый. А потом проходит какое-то время. Да нет, я еще и вот этот очень люблю. Вот. Поэтому, значит, первый аромат это Хлоя. Это парфюм Хлоя. Аромат чистоты. Аромат свежести. Аромат белых цветов. В частности, белых роз. Таких умытых росой. Аромат обновления. Вообще, он звучит прекрасно в любое время года. Зимой, наверное, даже более пронзительно, чем в другие времена. Летом очень хорошо шли фит. Но зачастую предпочитаю доставать весной. Потому что, как я уже сказала, аромат обновления. А весна это именно тот период, когда хочется это обновление почувствовать. Очень его люблю. Чирутия 1881. Люблю, обожаю. Уже на протяжении 15 лет. Кто знает и любит, тот поймет. Кто знает и не любит, тот, скорее всего, не поймет. Мнения насчет него разные. Это для меня потрясающий цветочный букет. Чего там только нет. От мимоз, ромашек, ландышей. До вполне прозаичных ирисов, роз и жасминов. И все это настолько прекрасно, гармонично. С такой нюдовой легкой пудрой. В общем, как был он для меня актуальным, так, собственно, и остается. Есть, да, такие мнения, что, мол, чуть ли не бабушачьим называют. Я не знаю, что здесь может быть бабушачьего. Из винтажного здесь только то, что подобные ароматы уже не делают. Ну, а в плане возраста, да, это очень хорошая школа 90-х. В следующем году ему исполняется 30 лет. Следующую группу ароматов я отношу к зимнам. Но погода весной очень изменчивая. И сегодня может быть тепло, а завтра уже ударить заморозки. Так вот, на случай похолодания, заморозков, как-то был такой, что 1 мая шел снег, я решила приготовить следующие три флакончика. Например, остается у меня еще зимней парфюмерной полочки. Лалик, ля парфам, лалик. Аромат пикантный на старце за счет лаврового листа. Дальше уходящий в уютную, согревающую сладость, где и древесина, и ваниль, и бобыта тонка. Я все время путаюсь, как это слово произносить, потому что везде слышу его по-разному. Да, и лавровый лист, он никуда не исчезает, а звучит на протяжении всего аромата. За счет чего он имеет, на мой взгляд, прекрасный ароматерапевтический эффект, в том числе в сезон простуд. Ну и среди подобных ароматов лалик, опять же, однозначно выделяется, за счет чего заслуживает внимания. Пришелец от моблер. Его я обычно достаю в феврале-марте. Мне кажется, именно в этот период он звучит максимально гармонично. Но в этот раз я момент упустила. Когда заглянула в свои закрома, поняла, что не успела его вовремя достать. А потом подумала, а почему бы нет? Почему бы нет? Не посмотреть, как он будет себя вести в апреле-майе. Я всегда за эксперименты, поэтому и решила, что возьму. Это, опять же, такая жасминовая история. Но не в обиду бьюти Кельвин Кляйн и Ремакро. Здесь жасмин несколько другого характера. Он действительно как будто с другой планеты. Очень красивый, очень какой-то грациозный, громкий. Обожаю его. Ну и Лолита Лимпика. Зеленый любовник, туалетная водичка. Она, кстати, со мной тоже уже достаточно давно. Еще с января месяца. Но решила не убирать по двум причинам. Первая – это экспериментальная. Потому что я никогда его не доставала в такой межсезонье. Обычно это либо зима, либо лето. Два взаимопротивоположных периода. Летом он открывается такой прохладной лимонадностью. Потом уходящей в ванильную сладость. А зимой он больше звучит как алкогольный. Такой хмельной, жизнерадостный. За счет ноток можжевельника. Которые звучат как джин. Даже не просто джин, а джин, смешанный со сладким тоником. Ну и, опять же, очень уместно в это время пышная ваниль в базе. А вторая причина – то, что аромат стал у нас таким уже семейным. Изначально зеленый любовник – это именно мужская туалетная вода. Но когда я ее получила и нанесла, подумала, как это может быть мужской. Здесь столько вот этой сладости, особенно в базе. Но не так давно сын нанес ее на себя. Я поняла, как красиво это все на нем звучит. Раскрывается. Я подумала, да пусть остается. И сын тоже будет периодически ее использовать. Так, я поняла, что надо двигаться. Иначе все не войдет. Ирисистабл от Джованши – аромат хорошего настроения. Такой жизнерадостный, конфетный, земляничный, беззаботный, девчачий. Вот на такие случаи для такого настроения, в том числе, его поднятие имеет место быть. Но порой хочется и чего-то более нейтрального, сдержанного. И здесь очень выручают ароматы с ноткой лаванды. Из таких у меня сейчас Blue Marine – Let You Love Me. Это кремовая лаванда на древесине. Довольно просто, но звучит очень интересно. Еще один аромат-эксперимент. Я вообще его далеко не убираю. Так как ищу ему наиболее комфортный период времени года. Когда он будет звучать максимально гармонично. Это Eden от Cacharel. Необычный аромат. Поэтому, на мой взгляд, и требует особого внимания. Я в нем чувствую травные нотки. Причем не просто травные, а такие аптечно-травные. Какие-то даже микстурные. Вспоминаются мне вот эти сашетки с сухой микстурой от кашля. Не знаю, продаются они сейчас или нет. Есть в нем какая-то прохладца. И в базе он уходит в пачули и древесину. Что, на мой взгляд, он позволяет очень комфортно сидеть в холодное время года. Ну, теперь пришло время попробовать его весной. Отвлечемся немного на сетевую парфюмерию. Daydream из линейки TTA от компании Avon. Это была не любовь с первого вдоха. Бывает, наоборот, да, любовь с первого вдоха. А здесь не любовь. Он мне горчил. Я фукала. Какая гадость. Как этим можно пользоваться. Кстати, у всех членов моей семьи на тот момент он тоже вызвал неприятие. Все оказалось банально просто. Как раз путем тех самых экспериментов я поняла, что горчил мне, скорее всего, бессмертник, который у нас находится в составе пирамиды. И этот бессмертник просто прекрасен именно весной. И когда поняла, прониклась, полюбила, собственно, поэтому и оставила. Потому что за прошедший год я значительно пересмотрела, перетрясла свою коллекцию именно сетевых парфюмов. Оставила, что называется, сливки. То, что я считаю, можно сказать, шедевральным. Либо же ароматы значимые для меня. Как память где-то, да, такие ароматы якоря. Ну и то, что Дэн Дрим остался, это о многом говорит. Summer White Sunset. Посмотрела и поняла, что скучаю. Это скорее такой аромат якорь. С довольно интересным звучанием в свое время я получала на него ни один комплимент. От людей, которые никогда не пользовались сетевой парфюмерией. Они очень удивлялись, когда я говорила, да это Эйвен. Да это Эйвен за 200 рублей. Да, я не знаю, сколько он стоит сейчас, но в тот момент он был очень дешевым. Не знаю, что делает его звучание таким интересным, с изюминкой. Возможно, это нотка березы, которая заявлена. Считаю, что вот эта линейка одна из лучших и удачных. У Эйвен это премьер люкс, я люблю как классическую версию и, собственно, версию уд, которая у меня в руках. Это очень красивая удовая роза, яркая, насыщенная, опять же, комплементарная и довольно-таки востребована на вторичном рынке. Особенно после того, как компания Эйвен из каталогов ее убрала. Да, ну, конечно, спрос на нее есть, но я не решилась с этим ароматом расстаться. Очень его люблю. А остался он у меня на полочке, стоит где-то тоже с января, потому что я не успела им вдоволь попользоваться в уходящий период. И подумала, ну пусть до мая постоит, к лету-то уже точно уберу, он будет неуместен. И Фроше, нежный жасмин из линейки Секрета и Эссенции, он, конечно, весьма схож с бьюти Кевин Клайна, но я давно его не доставала. Я подумала, непорядок, так что пусть хоть и ароматы в какой-то степени клоны, но будут у меня на полке соседствовать. Ну и и Де Парфамс Амета Скане, обожаю этот флакончик, да и, собственно, сам аромат обожаю. Такие чуть незрелые бархатистые персики, красивый цветочный букет. Все это замешано с очень нежной пудрой и, опять же, весьма уместно именно в весенний период. Давайте вернемся к люксовой парфюмерии. Это еще не все. И теперь речь пойдет про таких необъезженных лошадок. То есть ароматы, которые я приобрела, потестировала, возможно, разово. По факту получения порадовалась, что у меня эти ароматы есть и задвинула, забыла и так с ними пока толком не познакомилась. Что-то действительно забытое, что-то из свежих покупок, как, например, Трусарди. Линейка Левреток, Ля Вей де Милана, Лимитлесс, Шоппинг, Виаделла, Шпига, аромат процветущие липы, яблоки и что-то такое вкусное, сливочное, гурманское. На мой взгляд, вполне уместное именно сейчас. Эту красоту надо буквально в центр. И также свеженький Аморитш от Живанши, тоже, на мой взгляд, вполне уместный именно весной. История немного винтажная, но, опять же говоря, винтаж я вкладываю сюда понимание, что это прекрасный аромат школы, добротной школы 80-90-х годов. Медовый, желтоцветочный, насыщенный, громкий в помещении, но вот как раз на весеннюю погоду, особенно подветренную, мне кажется, она будет максимально к лицу. И не откладывая в долгий ящик, надо брать и знакомиться. Еще немного винтажности, но уже более строгое и сдержанное. И это Beautiful от Estee Lauder. Опять же, чувствуется, что это представитель школы 80-90-х. Большое количество цветочных нот, но практически лишен сладости. Напротив присутствует такая легкая горчинка. Аромат, которому я была очень рада. Я его обожаю. Тут действительно забыла. Он у меня уже в коллекции достаточно давно. Это Mont Blanc от Signature. Сладкие цитрусы, мандарины, апельсины в молоке. Не знаю, возможно, он уместен более в прохладное время года. Но пускай. Решила, пока вспомнила, увидела. Надо брать сейчас. Сейчас, может быть, вообще его круглый год убирать никуда не буду. Настолько мне он приглянулся. La Interdie от Givenchy. Еще один аромат от Givenchy. И, на мой взгляд, есть некое сходство с Irrisistable. Но если Irrisistable, как я уже сказала, в нем есть что-то такое жизнерадостное, девчачье, то La Interdie эта девочка повзрослела. Здесь, конечно, аромат хоть и насыщенный, сладкий, опять же, с фруктовыми нотами. Здесь я чувствую виноград Изабелла. Хотя, по идее, он здесь не заявлен. Но, да, он построже. Построже, повзрослее. Но, возможно, где-то я ошибаюсь. Потому что, повторюсь, ароматы, как видите, вообще они не разношены. Флакончик полный. И, мое мнение, может, конечно же, измениться. Синерина Мистериоза от Сальваторе Феррагамо. Когда мы с ним познакомились в Литуале, то было зимой. Я подумала, о, какая классная, теплая, сладкая, гурманская история. Такая больше согревающая, укутывающая наподобие лалик для парфам лалик. Но, как оказалось, что это такой двуликий янус. И аромат может вести себя совершенно по-другому, взаимодействуя с окружающей средой, с вашей кожей. В зависимости от того, теплая она или холодная. И он может раскрываться действительно такой гурманской, сладкой теплотой. А может уходить большое количество ежевики и белых цветов. И от этого становиться гораздо строже, сдержаннее и в то же время глубже и интереснее. Так что не только зима ему подвластна, на мой взгляд. Будем пробовать его и весной. Ну и довольно-таки простой повседневный аромат от Шапар. Хэппи, бегорадия, аромат счастья. Цветочно-розовая вода, но имеет свою пикантность. Как и в случае Summer White Sunset от Avon. Здесь есть такая нотка, которая меня зацепила. И несмотря на то, что коллекция моя богатая и разноплановая уже. На данный момент, когда я потестировала его в Ревгош, решила, что мне оно обязательно надо. Когда увидела по хорошей акции, то быстренько его приобрела. Как я уже сказала, такая повседневная, ни к чему не обязывающая вещь. Очень легкая и ненавязчивая. Ну и аромат домашний. Здесь у меня Dezore d'Ariente с лотосом и маслом ши. Действительно такой домашний, уютный. Как выходишь из душа вечером, смыв в себя проблемы, заботы. Заворачиваешься в большое банное полотенце, либо же махровый халат. Вот этот дух, вот это ощущение настроения, очень хорошо данный аромат от Dezore передает. Ну и это еще не все. Если вы смотрели мое предыдущее видео, новую рубрику, я себе ввела правило каждую неделю знакомиться с одним ароматом в виде отливанта, либо же пробника. И, конечно, я некоторое количество ароматов на этот случай выбрала. За редким исключением, потому что, да, есть такие, которые я ставлю целенаправленно, что-то доиспользуюсь, что-то стоит у меня постоянно, выбираю я пробники и отливанты путем, слепым путем. Вот это так, как в русском лото, руку засунула и вслепую выбрала, потому что, если я начну выбирать целенаправленно, позже там столько всего, что мне хочется побыстрее попробовать, я только буду сбивать себя с толку. Так вот взяла, и, собственно, что выпало, то выпало. Из тех, что поставила целенаправленно, что называется, добить, это реплика Гайля Рош Фиджи. Несмотря на то, что эта реплика, она весьма добротная, смогла измениться и настояться за время использования. Как видите, здесь осталось немного, и если, когда я его только приобрела, сказала, фу, какая гадость, непонятная, сумбурная, что-то такое горчит, и где те самые райские острова, тропические цветы, леса, которые мне обещали в описании, ничего этого нет, то со временем я смогла обнаружить эти моменты в аромате. Он раскрылся, раскрылся красиво, особенно в теплое время года, и забегая вперед, скажу, что аромат Фиджи в моем вишлисте значится, флакон полноразмерный в моей коллекции должен быть. Аромат, который стоит на постоянной основе, заказывала я его не для себя, а скорее для сына, это Киллиан Black to Black Афродизиак Вишневая история с кожей, с дымностью. Он яркий, стойкий, потрясающий. У нас он был в виде пробника, и на сыне он раскрылся лучше, поэтому я решила для него возьму отливантик на рандеву, 8 мл. Чаще пользуется он, но бывает на меня находит настроение, и я тоже использую, получаю в этот момент массу удовольствия. Показывала вам в недавних покупках Мейсон Мартин Марджелла реплика By The Fireplace. Хотела успеть использовать в марте, но не успела. Думаю, пусть еще полежит, к лету однозначно уберу, потому что все-таки его сезон, на мой взгляд, это зима. Ну а теперь то, что выбирала как раз вслепую от Левант, Серж Лютанс, 5 мл, Ден де Лайт, молочный зуб. Заказывала на Духе РФ. Я с ним уже, прошу прощения, познакомилась. Здесь осталось не так много, как видите. Ассоциаций с молочными зубами, честно, у меня нет. Я читала такие страсти, что действительно, прям чуть ли не кабинет стоматолога, зубы с шлетками тесны. Нет. Но с детством аромат ассоциируется. В подробности пока вдаваться не буду. Оставлю это до соответствующей рубрики. От Левантик Нишане Ани. И опять же, знакомство уже состоялось. Это потрясающий аромат. Я влюблена, я покорена. И, признаюсь честно, находится он уже давно в моем активном парфюмерном виш-листе. Надеюсь, в ближайшее время появится и в коллекции. Фирменные пробники. Бутан де Палас, этот Либер де Оранж, дворцовые куртизанки. И опять же, такая история, как с Нишане. Аромат я носила, носила в холодное время года, произвел потрясающее впечатление. И я его внесла уже в свои хотелки. И надеюсь, что в ближайшее время он опять же будет у меня в полноразмерном флаконе. Ну, а пока буду донашивать пробник. Возможно, как раз это ускорит приобретение. Еще одна красота. Это Блади Вуд от Лаликиде Маженер. Кровавое дерево. Насколько я помню, там должна быть какая-то копченость. И винные нотки. Я его наносила, когда только получила пробничек на Вайлдберрес. И помню, что он мне понравился. Парфюм де Марли. Аромат Дарси. Потеряла я сошетку, в которой он был заключен. По-моему, аромат этот цветочный. И как раз вполне уместный именно весной. Будем знакомиться. И еще два пробничка у меня остаются от Рандеву. Александр Джи. Блэк Маскс. Утренний мускус я разносила. Ну, теперь буду разнашивать черный мускус. И из коробочки Монсера. Цедрат Боис. Или Кедрат Боис. По-моему, цитрусовое дерево. Я прошу прощения, не посмотрела транскрипцию, как произносится. Если я не права, поправьте. Я всегда за такие исправления. Ну, в общем, выпал мне он для знакомства. Теперь точно все. Вот такие парфюмерные планы на ближайшие два месяца. Всем огромное спасибо, кто был со мной. Всем пока и до новых видео.